Уважение к культуре и обычаям разных этносов, традиционные гостеприимства. Вот что всегда отличало казахстанцев. У нас нет чужих праздников, говорят жители разных частей республики. Многие уже начали подготовку ко Дню Единства. Подробности у моих коллег. Гульжан, не забудь завтра пятница. Ты же мне каждую пятницу подаешь лепешки. Ирина и Гульжамал дружат много лет. Ходят друг к другу на чай, коротают вечера. Делятся кулинарными рецептами. Отмечают вместе все праздники. Говорят, хороший сосед ближе родственника. Если я что-то вкусненькое изготовлю, я ей звоню, Гульжан, я тебе напекла оладьи. Она каждую пятницу приносит мне лепешку. Во-первых, это моя опора. И мы друг другу как помощь. Она когда уезжает, я трясусь, что она может оттуда не приехать, останется там, понравится. У нее там дочка, внучки. И я молюсь по-своему, чтобы она вернулась. И она приезжает, я очень-очень радуюсь, когда она здесь. Казахстанцы представители десятков различных этносов. Одни здесь живут веками, другие оказались волей у судеб. Времена меняются, а дружба и доброе согласие остаются неизменными, говорит Залина Алиева. Сама я родилась в интернациональной семье. У меня мама казашка, а отец чеченец. Мы все разные. Но несмотря на различия, мы живем единой дружной семьей и несем гордое звание казахстанцев. Брат одной из любимых слов Хитеша Вададария в Казахстане. 20 лет назад он приехал из Индии по работе. Остался по любви. Ставшим родным актау-бизнесмена знают как активного участника благотворительности. Уже три года он изучает казахский язык. Пока есть сложности в грамматике, но все получится. Уверен Хитеш. Если вы принимаете культуру, если вы принимаете народу, то есть если вы то страна, язык разговаривает, это очень-очень большое увознение на эту страну, где вы живете. Казахстанская культура – это похоже, вообще похоже, как индийская культура. Даже у нас очень много слов есть. Махабад, Дукан, Дост. Казахстанда, Заксакуримен. Берлик, Куник, Кутибэлсен. Хитеш с супругой Надеждой воспитывает троих детей. Их семейный девиз – мы разные, но мы едины. Поэтому уважение превыше всего. День единства, на примере даже нашей семьи, это постоянное согласие, компромисс, уважение, любовь, толерантность. Независимо от цвета кожи, расы, религии и принадлежности, нужно начинать с себя. В одной из самых многонациональных школ республики День единства всегда отмечают с размахом. В этом учебном заведении бок о бок получают знания казахи, русские, немцы, корейцы, азербайджанцы, чеченцы, поляки, представители 22 этносов. Помимо общеобразовательной программы, каждый ребенок может больше узнать о культуре своих предков. Ежегодно мы проводим фестиваль этносов. В этом году он проходит под названием «Разные по нации, дружбы усилены на трех футбольных полях». У нас развернулся настоящий этноул. В нашей школе обучается 1800 детей разных национальностей. Мы учим детей уважать и чтить обычаи и традиции друг друга. Мы живем в одной стране и должны ценить наше единство. Мы гордимся, что живем в многонациональном Казахстане, где у нас есть возможность отмечать общие праздники. Желаю, чтобы все народы, населяющие Казахстан, как и прежде, жили в мире и единстве. Главные участники фестиваля – дети. Они хором поют народные песни на разных языках и делятся секретами приготовления национальных блюд. Угощают каждого, кто пришел на праздник. И смотря на свой юный возраст, казахстанские школьники точно знают, в чем секрет мира в многонациональном государстве. Дана Ермак, Анастасия Дроняк, Татьяна Рудометова, Ирина Якунина, Астана Таймс.